Здравствуйте, вы смотрите Аналитику на канале Витража Верев Краска. Голосования народных депутатов в сессионном зале Верховной Рады отражаются на каждом жителе Украины и касаются решений не только вектора развития страны, тарифов на коммуналку, цен на продукты первой необходимости, но и того, что напрямую соотносится с верой и церковью. Мы помним, что Порошенко активно использовал парламент для продвижения раскольников и нападок на каноническую церковь. Возможно, даже помните голосование, когда тогдашний спикер Андрей Порубий раз за разом призывал депутатов голосовать за передачу Андреевской церкви «Фонару». Причем исторически Андреевская церковь никогда связана с «Фонаром» не была, но, впрочем, там до сих пор действует клуб для своих. Я лично это видел на открытии год назад. Все могли видеть перекрытый Андреевский спуск ради службы главы «Фонары» и группки избранных. Вот буквально в конце лета, да и сейчас, судя по фотографиям, совсем немного людей стоят на службе. Также прежний состав парламента принял два законопроекта, направленные против канонической церкви. Один был призван лишить церкви ее имени. И мы знаем, сколько проблем это вызвало и вызывает. Это второй был попыткой узаконить церковное рейдерство. И делался он исключительно для того, чтобы расчистить путь для раскольников по захвату святыни. Казалось, тот парламент остался в истории. Он был распущен, объявлены новые выборы. И в 2019 году к своим обязанностям приступил новый состав Верховной Рады. Но, как оказалось, и тут для церкви не все гладко. Понятно, что в сессионный зал попало немало богоборцев. Еще и в ряде законопроектов были попытки всячески ущемить духовенство мирян канонической церкви. И прекрасно это иллюстрирует законопроект о службе военного капелланства, который был принят во втором чтении 30 ноября 2021 года. И то, чего опасались в церкви, все-таки было исключено в финальной версии законопроекта. Речь о дискриминационной норме, которая ограничивала религиозные права военных, верующих в Украинской Православной Церкви, лишая их души пастырской опеки своих священнослужителей. Понятно, что все это были отголоски той безбожной политики, которая была начата во времена Порошенко и, к сожалению, продолжается и сейчас. Не была принята следующая поправка. Не может быть военным капелланом лицо, которому законом ограничен доступ в соединения, воинские части и подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, другие образованные в соответствии с законами Украины воинские формирования Государственной пограничной службы Украины. Она была основана на так называемом законе о принудительном переименовании, номер 2662. Тот самый дискриминационный закон, протащенный через парламент, через который безбожники пытались лишить Украинскую Православную Церковь ее имени. За исключение дискриминационных норм из законопроекта и приведение законодательной инициативы в соответствии с Конституцией страны за это выступили и поддержали это решение около 60 народных депутатов. Но казалось бы, это должно дать возможность священникам канонической церкви окормлять своих верных везде и в том числе в рядах Вооруженных сил. Но как оказалось, раскольники решили высказать свое нежелание с этим мириться. И ссылается все на тот же закон 2662 о так называемом переименовании. В эстрате заря представитель раскольнической организации ПЦУ отреагировал в своем фейсбуке. Пишет он, что хоть в принятом законе отсутствует прямая норма, которая бы запрещала, цитирую, религиозным организациям, которые принадлежат объединению с центром в России, в частности тем, которые принадлежат в Украине к московскому патриархату, направлять своих капелланов в украинское войско. Конец цитаты. Понятно, что эстрате заря не был бы самим собой, если бы не использовал малейшую возможность для разжигания. Не будет лишним напомнить, что Украинская Православная Церковь – церковь самоуправляемая, получившая свой документ об автономии и самоуправляемости еще в 1990 году. Понятно, что раскольники об этом всем молчат, манипулируя такими фактами, которые им выгодны. А по мнению Зари, нужно опять обратиться к закону 2662, простите за тавтологию, законность которого под большим вопросом. Мол, раз в новом законе о капелланстве сказано, что в его основе лежат законы Украины, то и этот, противоречащий всему, что только можно, закон просто протащенный в рамках Армавира Порошенко для атаки на каноническую церковь, не желающую сложить руки при атаках раскольников. Вот что пишет представитель раскольников. Очевидно, что стоит ожидать попыток МП в рамках подготовки к вступлению закона о СВК в действие с 1 июля 2022 года, проигнорировать нормы закона номер 2662 и зайти в украинское войско. Однако законных оснований сделать это у МП нет. Уверен, что при каждой подобной попытке военные, ветераны и общественность будут им об этом напоминать. Конец цитаты. Как расценивать эти слова угрозы, разжигание межконфессиональной розни? Понятно, что привыкли, что никто, а тем более раскольники, за свои слова не отвечают. Если вы думаете, что только на этом поле раскольники хотят помешать канонической церкви и заботиться о душах своих верных, то я бы просил обратить особое внимание на еще одни слова представителя организации ПЦУ. Речь о словах Сергея Думенко на встрече Всеукраинского совета церкви и религиозных организаций с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По словам Раскольника, в рамках реформы областных администраций существует опасность, что они эти функции речи регистрации религиозных общин могут утратить и сферой регистрации погрузиться в хаос. Вот его слова. Мы говорили о том, что даже сейчас не во всех областях соответствующее дело одинаково эффективно исполняет возложенные на них обязанности касательно взаимодействия с религиозными организациями. Если же такие функции будут переданы территориальным общинам, которые не имеют ни опыта, ни специалистов, то эта сфера погрузится в хаос. И внимание! Это особенно опасно на фоне многочисленных внешних и внутренних вызовов, которые стоят перед Украиной. Конец цитата. Заметьте, как смело Раскольники об этом говорят. Это очень плохой, тревожный признак. Потому будем бдительны. Стоим твердо в вере на защите нашей канонической церкви и ее святынь. Остерегайтесь сомнительных собраний и непроверенных новостей, читайте классику и смотрите канал Витражи о вере в краску.